Мелькание огней, шум техники, дым в лучах фонарей и нестерпимый запах гари. Такой предстала нам Кубанка вечером 13-го. Там, где еще утром стояли дома, на дворные постройки, теперь тлеющие руины. Этот дом на краю деревни остался цел. Хозяева говорят, заранее обшили металлом, только это и спасло. А вот бани и сарая как не бывало. По словам очевидцев, пожар начался в полях около полудня. Там вообще охотники стояли. Ну, как, наверное, разжигали или что, вот костер пошел с этого. Пошел через поле пожарники. Наши трактора понаехали. Как нам сообщили в краевом МЧС, местные власти среагировали быстро, опахав поле защитной полосой шириной в 6 метров. Но ветер в субботу был такой силой, что это не помогло. От верхового пламени загорелись первые дома. Однако у местных жителей к поселковым властям претензии все же есть. Много раз жаловались, что вокруг домов растет сухая трава. Но руководство кубанки так и не удосужилось ее выкосить. Была вот такая трава, человеческий рост кругом. Мы жаловались. У нас ни обкосы не делают, ничего. Так и живем. И каждое лето сгорели-то мы из-за чего? Из-за травы. Неутешительный итог. Уничтожено два дома на четыре семьи. Без крова осталось восемь человек, в том числе дети. Их разместили в школе, затем по соседям и родственникам. Кроме того, сгорело несколько надворных построек, автомобили, другая техника. Накануне зимы люди остались без крыши над головой. Одежда, вещей, дров, сено, припасов. По сообщению пресс-службы краевого правительства, пострадавшим окажут материальную помощь. Помогут и тем, кто остался без кровок в селе Володарка. Там от подобного пожара сгорел один дом. Напомним, восемь лет назад такой же верховой пожар всего за три часа полностью уничтожил село Николаевка в Михайловском районе. Тогда без крова осталось более тысячи человек. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.